Пока не профессор, пока преподаватель. Вас повысили, но я думаю, что да, вы нас простите. Преподаватель университета Радгерса. Смотрите, я так понимаю, что сейчас последует через некоторое время и заявление с американской стороны, может быть, соответственно, из Москвы мы какие-то слова услышим уже завтра от пресс-секретаря Кремля, но тем не менее, рассчитываете ли вы на какую-то ту самую разрядку и успокоение, что ли, ситуации на российско-украинской границе, потому что действительно очень тревожно все эти недели было за этим наблюдать, за этими публикациями? Судя по всему, здесь на Западе серьезно воспринимают намерения Кремля в отношении Украины. Опять же, это, по-моему, июльская статья Путина, где Путин говорит, что Украина как государство – это какое-то недоразумение, которое надо исправить. Русские украинцы – это один народ, как считает Путин. Поэтому, если бы это писал какой-то просто пенсионер на пенсии, да, там занялся вдруг историческими какими-то штудиями, ну, пусть себе пишут, а это человек, который контролирует одно из серьезнейших вооруженных сил в мире. Поэтому такого рода материалы вызывают серьезную обеспокоенность на Западе, и разрядка может быть только если мы увидим сокращение количества российских вооруженных сил на границах с Украиной. Пока давать каких-то прогнозов я не берусь. Ну, вот сразу вспоминается, безусловно, параллели многие проводят с весной, уже уходящего года, когда тоже, судя по публикациям и судя по данным разведок, было некое скопление военной техники, после чего случился саммит в Женеве. Вы видите здесь некое вот такое сходство, паттерна, что называется? С одной стороны, да, всем бы хотелось избежать войны России и Украины, но есть и вещи, которые вызывают настороженность. Например, если раньше российские войска, которые подвигались к украинской границе, они это делали там каким-то центральным улицам городов и всего прочего, это была заметная такая медийная, можно сказать, штука, то сейчас, как сообщают наблюдатели, эти перемещения проводятся по каким-то таким сельским дорогам, чтобы вызвать меньшее внимание и меньшее, значит, медийное покрытие. Поэтому сложно сказать, с одной стороны, хотелось бы, чтобы это было так, а с другой стороны, тот характер, с которым российские власти нагнетают туда вооруженные силы, он отличается от того, что мы видели ранее. Сергей, как вы думаете, вот угроза новых экономических санкций, которые США, как сообщают источники, как сообщали весь вчерашний день, во всяком случае, готовы ввести в случай, в адрес, вернее, даже ближайшего окружения Владимира Путина, они какую-то сдерживающую роль действительно на Россию, на Кремль, на нынешнее руководство в Москве оказывают? Смотрите, это зависит от того, о каких олигархах идет речь. Если это какие-то вот эти все ковальчаки и прочие товарищи, которые получают деньги за счет подрядов государственного бюджета, им никакие санкции не страшны. А если было просто, грубо говоря, бомбить по всему российскому списку «Форбс», там какой-нибудь, я не знаю, там, «Мордашов», «Северстальт», в общем, какие-то компании, которые что-то экспортируют за рубеж, для них западные санкции могут стать, ну, страшным ударом. Поэтому, ну, опять же, насколько эти люди могут повлиять на Путина, мы не знаем, это нынешний политический режим в России совершенно не прозрачен. Ну, а российские граждане как-то могут повлиять на тот самый российский политический режим? Там вроде как от «Свифта» уже, вот, от возможного отключения отказались от таких планов. Но, тем не менее, к конвертации рубля в будущем пока еще есть вопросы. Здесь какие-то могут быть именно санкционные меры в отношении неограниченного числа российских граждан? И как они могут повлиять, опять же, на устойчивость Владимира Путина? – Обычно Запад в последнее время после фиаско с санкциями против Саддама Хусейна в 90-е годы, когда такие вот ковровые бомбардировки с санкциями привела к тому, что там весь иракский народ оказался на грани там выживания, была программа нефть в обмен на продовольствие, на лекарства, то есть были настолько суровые санкции, что они повлияли на непосредственную жизнь большинства иракцев. А с тех пор Запад понимает, что вводить такие вот ковровые бомбардировки с санкциями, ну, негуманно, и в последнее время они этого не делают. Поэтому, скорее всего, если будет действительно какое-то российское втажение в Украину, то речь будет вот о каких-то санкциях против российского списка Форбс. – Что ж, я благодарю Сергея Костяева. Это преподаватель политических наук университета Радгерса в Нью-Джерси. Был на прямой связи с московской студией РТВ. Но я добавлю, что...